В начале сентября представители ведущего немецкого кластера промышленной биотехнологии с официальным визитом посетили Тамбовскую область. В состав делегации вошли не только представители Германии, но и Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и России. Основная цель визита – изучение биотехнологического производственного потенциала, нетабло созданного биоэкономического кластера в Тамбовской области, а также определение конкретных направлений международного сотрудничества. Официальная часть визита началась с рабочей встречи, которую провел председатель Тамбовской областной думы Александр Никитин. В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества и перспективы развития биотехнологии как инструмента инновационного развития Тамбовской области и построения биоэкономического кластера. Присутствующие на заседании в областной думе представители таких организаций, как Институт биохимии имени Баха Российской Академии Наук, Биотехпром и Кластер промышленной биотехнологии Германии являются одними из якорных компаний, созданного в этом году Тамбовского кластера, вошедшего по результатам открытого конкурса Минэкономразвития Российской Федерации в число 37 лучших территориальных кластеров России. Ректор Мичуринского аграрного университета Александр Квочкин в своем выступлении представил основные промышленные предприятия Тамбовской области, являющиеся основой кластера. Сейчас на этих предприятиях в основном реализуется сырьевая составляющая, но основная задача дойти до полной комплексной переработки исходного сельскохозяйственного сырья, в том числе и вторичного, выйдя на наиболее востребованные биотехнологические продукты, которые сегодня в Россию завозятся. Это лизин, сахарные сиропы, различные экстракты, витаминная продукция. Это станет возможным, заметил ректор университета, благодаря поддержке немецких партнеров, которые уже имеют опыт в создании подобной системы предприятий у себя в Германии. Представитель экспертно-консультативного совета кластера промышленной биотехнологии доктор Мантрет Кирхер в своем выступлении представил германский кластер, озвучил перспективы сотрудничества и возможности развития биоэкономики. В ходе рабочей встречи обсуждались перспективы создания опытно-промышленных производств в Томовской области, развитие региональной инновационной системы, а также обсуждались конкретные направления международного сотрудничества, в том числе возможности создания совместных российско-германских производств на основе частного государственного партнерства. Одной из основ любого кластера является передовая система образования. Поэтому осмотр предприятий и организаций, представляющих основы Тамбовского кластера, начался с уникального проекта, воплотившегося в жизнь в этом году. Это Татановская школа агробизнеса, являющаяся региональным центром агробизнес-образования. Школа – наше инновационное и уникальное общеобразовательное учреждение с агротехнологическим уклоном. Уникальность школы состоит в том, что агротехнологический профиль у нас проходит через всю структуру школы, начиная с предшкольной подготовки. Уже начиная с основной школы, с пятого класса, у нас вводятся специализированные предметы, такие как основы сельского хозяйства. Образование в школе совершенно бесплатное. Мы являемся муниципальным автономным общеобразовательным учреждением. В Татановской школе агробизнеса гармонично соединяются лучшие образовательные традиции и современные технологии и новейшие оборудования. Задача для этого робота двигаться вдоль черную вину, то есть он ищет черную вину, если он его потерял, он начинает снова искать. Образовательной программой агрошколы большое значение уделяется практическим занятиям. Все полученные знания, которые приобретают они в кабинетной структуре, они выносят на наш приусадебный участок. У нас большая площадь приусадебного участка, который разделен на блоки, на оплодовый сад, на ягодные культуры, на овощные культуры, на полевые культуры, питомник, маточник. Существуют теплицы, отапливаемые и холодные. Учащиеся сами разбивают сады, высаживают овощные и ягодные культуры, выращивают зелень и фрукты. Весь собранный урожай поступает в школьную столовую. В школе созданы все условия для успешной учебы, творческой деятельности, а также для полноценного отдыха. Аналогов школы агробизнеса нет ни в России, ни за рубежом. Она может служить не только показателем успешного развития создающегося кластеров Тамбовской области, но и новой ступенью в развитии системы образования в России в целом. Важной частью визита иностранной делегации в Тамбовскую область стало вручение доктору Мантраду Киркеру диплома почетного профессора Мичуринского государственного аграрного университета. Решили начать нашу сегодняшнюю встречу с приятного события, с вручения почетного диплома профессора господента Киркеру. Мантью мы уже вручили. Позвольте, господин Киркерыч. В продолжении церемонии, как полагается профессору, Мантрад Киркер прочитал лекцию по биоэкономике и биорегионам. Председатель экспертно-консультативного совета кластера промышленной биотехнологии обратил внимание аудитории на тот факт, что роль биотехнологии непрерывно возрастает. И уже на сегодняшний день в Евросоюзе 17% всех технологий – это биотехнологии. В Тамбовской же области, по мнению доктора Киркера, также заметен активный рост развития биотехнологий. Почетный профессор описал возможные пути развития Тамбовской области, поставив регион в одном ряду с биопроизводителями Германии, Канады, Бразилии и Малайзии. В завершении лекции гостям университета продемонстрировали оборудование лабораторного комплекса Мичгау. Особый интерес у членов иностранной делегации вызвал исследовательско-технологический центр. Здесь представителям Германии, США, Евросоюза и России рассказали о производстве функциональных продуктов. Гостей университета угостили травяным чаем, пастилой из рябины, сиропом из облепихий и вареньем из экзотических ягод с амбери. Визит иностранной делегации в Тамбовскую область был приурочен к всероссийской выставке «День садовода». Несмотря на плохую погоду, гости посетили сельскохозяйственный праздник, где попробовали тыквенные конфеты, увидели необычную овощную культуру мамордика или, как ее еще называют, горькая тыква, а также оценили разнообразие функциональных продуктов. Представить свои достижения в селекции на выставку приехали садоводы из 25 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них получили награды, вручение которых проходило в рамках научно-практической конференции. Открыл конференцию председатель Тамбовской областной думы Александр Никитин, который подчеркнул важность таких мероприятий, как «День садовода», где можно обменяться достижениями, укрепить научно-практические связи и обсудить волнующие вопросы. Из них наиболее острым стало вступление России во Всемирную торговую организацию. Спикер областной думы подробно рассказал о плюсах и минусах участия в ВТО для отечественного сельского хозяйства и садоводства. Закончилась программа развития садоводства, разработанная Министерством сельского хозяйства. Прежнюю сменят новое, рассчитанное до 2020 года. Основными ее направлениями поделился директор Департамента растеневодства, химизации и защиты растений Минсельхоза России, академик Петр Чекмарев. На сегодняшний день в России всего лишь 5% деятельности занимает сельское хозяйство, 29% промышленности и 65% относятся к сфере обслуживания. Такую статистику озвучил в своем выступлении председатель комитета Государственной думы по науке и наукоемким технологиям академик Валерий Черешник. Но у России есть огромный потенциал. Об этом в своем выступлении заявил председатель экспертно-консультативного совета немецкого кластера промышленной биотехнологии. Доктор Манфред Киркер сделал большой акцент на развитии биоэкономического кластера в Тамбовской области, представляющей сеть предприятий, которые будут заниматься переработкой сельскохозяйственного сырья и отходов в биотехнологические продукты. Основная тема конференции была посвящена здоровому питанию. Директор НИИ питания Академии Виктор Тутельянов призвал собравшихся придирчивее относиться к тому, что мы едим. Он настоятельно рекомендовал есть побольше фруктов и овощей. Невероятно огромное количество полезных продуктов участники иностранной делегации увидели на предприятии по переработке яблок и производству соковых концентратов. Производимый продукт основной это сок яблочный концентрированный, осветленный и неосветленный. Мощность данного предприятия составляет 50 тысяч тонн по яблоку за сезон. Выход по концентрату составляет до 90%. Оборудование установлено австрийской фермой «Букер». Сырьем на наш завод заводится практически со всех с ближайших областей. Это и Воронежская область, и Ростовская область, и Волгоградская область, и даже с Краснодарского края. У нас за сезон остается где-то порядка 4000 тонн твердых отходов. Это выжимка от яблока. На сегодняшний день она и утилизируется на полигоне. Данная выжимка, она может являться в дальнейшем как сырьем для переработки, для пектинового производства, а также может использоваться как топливо. Основной целью официального визита делегации из Дюссельдорфа стало посещение крупных производственных объектов в разных районах области, составляющих основу биоэкономического кластера. В Никифоровском районе Тамбовской области гости посетили биотехнологический комплекс по глубокой переработке зерна – Тамбовский зерноперерабатывающий комбинат. Первая очередь предприятия введена в эксплуатацию и представляет собой зерновой склад вместимостью 240 тысяч тонн, предназначенного для приемки, сушки, очистки и хранения зерна для последующей переработки и продажи. Вторая очередь комбината включает в себя биотехнологические производственные мощности для переработки 240 тысяч тонн пшеницы в год. На основе зернового склада строится современный биокомплекс по глубокой переработке зерна с широким ассортиментом выпускаемой продукции, такой как лизин, клейкобина, глюкозно-фруктозный сироп, кормовые дрожжи и коммерческий крахмал. В селе Соборова Никифоровского района иностранная делегация посетила комбинат хлебопродуктов мощностью 500 тонн в сутки, на базе которого планируется строительство современного маслоэкстракционного биопроизводства. Еще один строящийся объект гости посетили в Токаревском районе Тамбовской области. Биотехнологический комплекс по глубокой переработке зерна имеет производственную мощность более 220 тонн пшеницы в год. В 2011 году был открыт новый элеватор на 100 тысяч тонн единовременного хранения. С использованием передовых немецких технологий сегодня здесь возведено большое перерабатывающее предприятие, которое полностью соответствует самым современным технологическим требованиям. Вторая очередь строительства предполагает введение в эксплуатацию комбикормового цеха, а также строительство предприятий по производству глюкозно-фруктозных сиропов из зерна. В Первомайском районе Тамбовской области члены иностранной делегации посетили строящееся опытно-промышленное производство ферментных препаратов для кормовой, пищевой, текстильной и других отраслей промышленности мощностью 1000 тонн готовой продукции в год. По-настоящему удивил иностранных гостей агрохолдинг «Зеленая долина». Мы выстраиваем совершенно новую компанию, компанию нового типа. Это абсолютно частный проект, это частная инвестиция. На сегодняшний день проект существует уже полтора года. Номенклатура производимой продукции очень широкая. Основное наше направление, мы все-таки овощеводческое хозяйство. Это картофель, как главная культуры, и овощи борщевые группы. Это лук, морковь, капуста, столовые свекла, ну и конечно же зерновые. Знакомство с предприятием началось с осмотра посевных площадей, производственных территорий и парка спецтехники. Сегодня у компании 12 тысяч гектар земли. Я думаю, что до конца года мы доведем баланс земель до 20 тысяч. Работает примерно 250 человек. Сформирован абсолютно новый парк техники. Генеральный директор Зеленой долины Михаил Корнев показал крупнейшее в Европе картофелехранилище, а также овощехранилище, оснащенное особыми технологиями проветривания и поддержания необходимой влажности и температуры. Михаил Корнев рассказал о планируемом строительстве тепличного комплекса и завода по консервированию овощей. На сегодняшний день мы имеем контракты со всеми ведущими федеральными сетями. С зимы этого года наш картофель будет продаваться в Ашане, в Метро, в Реале, в Карусели, в Окей, Магнит, Пятерочка и 40 других региональных сетей масштабом поменьше. Также мы являемся поставщиками Pepsi Group и чипсы Lace в этом году делаются из нашего картофеля. В завершении осмотра территории агрохолдинга состоялась рабочая встреча представителей немецкого кластера промышленной биотехнологии с генеральным директором Зеленой долины. В ходе заседания обсуждались конкретные направления сотрудничества. Доктор Кирхер предложил на базе агрохолдинга перерабатывать биомассу и производить из нее биотехнологический продукт, например биопластик, рынки сбыта которого существуют в Германии. Сегодня с немецкими коллегами очень активно обсуждался вопрос по переработке биоотходов. Это и биогаз, и биодизель, и биоэтанол. Это, возможно, полимеры. То, о чем говорили сегодня немецкие коллеги. Мы хотим стать производителем овощей номер один в России. И мы уже почти наполовину эту дорожку прошли. В завершении своего визита в Тамбовскую область руководитель делегации, председатель экспертно-консультативного совета кластера промышленной биотехнологии дал высокую оценку активно развивающейся биотехнологической основе тамбовского кластера. Иванович? Ну, что мы видим, это очень премидано. Мы, в Клип, идем на биоэкономии. И биоэкономия будет, конечно, зависеть на биомассы производительных регионов. И в Тамбовском регионе есть одна из самых прудовых в мире. И я думаю, что есть много потенциал для производства не только здесь, но и для индустрии. И я думаю, что много компаний здесь действительно investят в модерненные технологии, в строительстве и производстве продуктов культуры. Для нас, это очень важно, как клубер, чтобы иметь другую клубер, как контакт. С успехом этого путешествия и в том числе, 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 индустрии и эмоции, дляизнеса и реальной помощи. Эти испытания, и также, чтобы терять наше во время отнашения, их спитат, hvad улез, он достоинствеи, которую руководит кремль. Продолжение следует...